Привет, друзья мои! Сегодня у нас с вами будет очередная геометрическая логическая задача развлекалочка. Почему развлекалочка? Ну, потому что мне кажется, что вот подобные задачи это судоку в мире геометрии. Можно их, конечно, решать чисто алгебраически, x, y, систему уравнений, бла-бла-бла, но по мне так это скучно. Надо немножечко фантазии, воображения, и тогда всё будет гораздо интереснее. Эта задача даже была опубликована в газете The Guardian, так что её решали очень многие, она действительно интересна, и я предлагаю вам поставить на паузу, попытаться решить хоть каким-каким угодно способом эту задачу. Пишите свой ответ в комментариях под этим видео, не забывайте сразу поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, а мы с вами поехали решать. Включаем воображение, и вот этот вот прямоугольничек площадью 21, да, мы с вами его передвигаем вот сюда, и откладываем его здесь. Так, этот был весь 43, значит, если мы сейчас вычтем, ну, давайте, вот этот у нас зелёненький был, да, вот мы его сюда поставили, значит, это тоже 21, а тут у нас осталось, получается, 43 минус 21, 22. Ну, немножечко непропорциональный рисунок получился, но ничего, сойдёт, геометрия же. Теперь давайте переместимся с вами вниз, посмотрим на наш нижний прямоугольничек, он нам пока не нужен, и давайте мы с вами сконцентрируемся вот на этом оранжевом прямоугольничке, который мы сейчас с вами и проведём. Чему равна его площадь? Ну, его высота 4, так же, как и этого, да, а ширина его 10, так же, как и этих. Поэтому его площадь равна 40. А вот теперь давайте этот прямоугольничек площадью 29, вот он был, да, давайте мы его перетащим вот сюда, так же, как перетаскивали вот этот вот зелёненький, только не на два прямоугольничка, а на один сдвинем. Ну, и он у нас окажется вот тут вот. Почему, кстати, он окажется у нас тут? Потому что мы сдвигаем вот этот наш синий прямоугольничек ровно на ширину зелёного прямоугольничка. Ну, поэтому и правый его край смещается строго на ширину зелёного прямоугольничка. Поэтому вот эти линии, а это одна линия, они на одном уровне. Окей. Какой вывод мы можем сделать? Вот этот оранжевый был 40, теперь вот этот вот синенький у нас тут 29, значит, на вот этот вот оранжевый приходится 40 минус 29, это 11. А теперь замечаем вот какую вещь. 22 больше 11 ровно в два раза. Так. А значит, и все прямоугольнички верхнего ряда в два раза выше, чем прямоугольнички второго ряда. Отлично. Это хорошее умозаключение. А значит, давайте вернёмся с вами к вот этому нашему синему прямоугольничку площадью 29. Раз площадь у этого 29, значит, площадь у вот этих двух суммарная должна быть в два раза больше. Так, 29 умножаем на 2 и получаем 58. Ну, а теперь всё становится предельно ясно. Раз всё эти 58, это 21, значит, на вот этот вот наш искомый прямоугольничек остаётся 58 минус 21, 37. И это ответ, друзья мои. Если у вас получился точно такой же ответ, то я вас поздравляю, вы большой молодец. Если нет, то, ну, смотрите мои видео дальше, у меня ещё много таких задачек. Так что, пока, до новых встреч.